Здравствуйте, дорогие ребята! Вас приветствует учитель русского языка и литературы школы-лицея Д.Г. Абакулова Назурна Музбековна. Ребята, давайте рассмотрим два предложения. Наступает вечер, вечереет. А вы подумайте, в чем отличие этих двух предложений и в чем схожесть. Ребята, конечно же, вы не задумываясь, ответите, что эти два предложения совершенно одинаковые по смыслу. А в чем же их отличие? И тут вы догадались, что первое предложение, это по наличию главных предложений, двусоставные. А второе предложение, односоставное. Первым предложением есть неподлежащие вечер и сказуемые. Наступает. Второе предложение состоит только из одного главного члена, сказуемого. Ребята, в первом предложении действие совершает предмет. Есть деятель, который совершает действие, в данном случае подлежащий вечер. Что он делает? Он наступает. А посмотрите теперь на второе предложение. Вечереет. Это действие, здесь действие происходит как бы само по себе, то есть без деятеля. Лица, которое совершает, или предмета, или лица, или предмета, которые совершают это действие. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – безличные предложения. Мы с вами говорили уже выше, что простые предложения делятся на двусоставные и односоставные, да, по наличию главных членов предложений. Односоставные предложения, в свою очередь, делятся на определенно личные, неопределенно личные, безличные или и назывные. Первые три типа предложений – это односоставные предложения с главным членом сказуемым. А последний тип предложений – назывные они с главным членом с подлежащим, к которому мы еще вернемся. Давайте же посмотрим, что такое безличные предложения. Безличные предложения, ребята, это такие односоставные предложения, в которых действие не имеет деятеля. То есть того, кто совершает действие, лица или предмета, да, который совершает действие. В таких предложениях нет и не может быть подлежащего. Давайте рассмотрим еще один пример. Первое предложение – будет дождь. О чем говорится в предложении? О дожде. Что говорится о дожде? Что он будет? Это двусоставное предложение. Здесь есть и подлежащее, и сказуемое. А теперь давайте посмотрим второе предложение. Быть дождю. Здесь в этом, это безличное предложение, здесь в этом предложении, сказуемое быть, выражено инфинитивом. Здесь, как вы видите, нет деятеля, того, кто совершает действие. Безличные предложения, ребята, могут обозначать состояние природы, например, рассветает, на улице холодно, или состояние человека, психическое или физическое. Не тревожно на душе. Также они могут обозначать возможность или невозможность чего-либо, отсутствие чего-либо, которое выражено словом «нет». А также могут выражаться «нет». Итак, давайте рассмотрим еще предложения, примеры предложений и способы выражения сказуемого в безличных предложениях. «Не не спится». Здесь, в этом безличном предложении, сказуемое выражено безличным глаголом «не спится». Почему безличные глаголы? Так как мы не можем поставить подлежащие, не спится кто, не спится что. Во втором предложении «веет прохладой и свежестью». Сказуемое «веет» выражено личным глаголом в безличном значении. Здесь можно поставить подлежащие. «Веет ветер прохладой». В третьем предложении «быть в городе». Сказуемое выражено инфинитивом в этом безличном предложении. В четвертом предложении «сильнее кошки, зверя нет». Здесь сказуемое «нет» обозначает отсутствие чего-то. С словом «нет», конкретно словом «нет». На улице «холодно». Здесь сказуемое «холодно» выражено словом категории «состояние». В комнате «накурено». В этом предложении безличном «накурено» выражено страдательным причастием в форме среднего рода прошедшего времени. «Мне нужно действовать». «Мне нужно действовать». Глаголами здесь «нужно действовать». Выражено вспомогательным глаголом «нужно» и инфинитивом «действовать». «Не забыть нам этих дней». В этом безличном предложении сказуемое «не забыть» выражено инфинитивом. Итак, давайте повторим с вами, ребята. Безличные предложения – это такие односоставные предложения с главным членом сказуемым, в котором нет деятеля, то есть того, кто совершает действие. В таких предложениях нет и не может быть подлежащего. Безличные предложения передают состояние природы, окружающей среды, состояние человека, психическое или физическое, возможность или невозможность чего-либо, или отсутствие чего-либо. В таких предложениях действие происходит само по себе. В безличном предложении сказуемое может быть выражено безличным глаголом, глаголом в безличном значении, возвратным глаголом, словом «нет», словами категории и состояние, наречием, инфинитивом, а также страдательным причастием в форме истинного числа. Ребята, я думаю, вы поняли тему, а теперь я предлагаю вам выполнить задание. Вы пишите безличные предложения и подчеркните в них сказуемые. Вам даны строчки стихотворений наших классиков. Первое. Мне не спится нет огня, всюду мрак и сон допучний. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Давайте я вам покажу, как нужно подскажу. В этом сложном, в составе этого сложного предложения есть простые, безличные, односоставные, безличные предложения. Мне не спится первое предложение и второе предложение нет огня. В первом предложении сказуемое выражено безличным глаголом. Во втором предложении сказуемое выражено словом «нет». А остальные предложения, я надеюсь, вы справитесь выполнить самостоятельно. Итак, следующее упражнение для задания. Выполнить упражнение 194-т. Составьте из данных групп слов безличные предложения. Светлеть на восток. И так далее. Образец. Светлело на востоке. Итак, ребята, на этом наш урок закончен. Запишите домашнее задание. Первое задание. Прочитайте параграф 35-й на странице 123-й и 124-й. Второе задание. Упражнение 192-е. Выпишите только безличные предложения и подчеркните в них сказуемое. Третье задание. Составьте 8 безличных предложений. На этом наш урок окончен. До новых встреч! До новых встреч!